26 сентября мы все понесли невосполнимую потерю. Ушел из жизни Александр Викторович Кузьмин, который в течение самых пронзительных послеперестроечных лет возглавлял развитие архитектурной жизни Москвы, будучи главным архитектором столицы. И он уверенной рукой направлял корабль городского развития в штормящем море между рифов и подводных камней и скал. Представляем вашему вниманию сюжет про новый по тем временам генеральный план, разработанный под руководством Кузьмина, который был его детищем и который мы все вслед за ним называли генпланом возможностей, а в то время казалось, что они безграничны. Новый генеральный план архитектурного развития столицы, в отличие от предыдущих, не должен стать поворотным событием в жизни Москвы. Его основная цель не навредить городу, сохранить исчезающую у нас на глазах историческую застройку. И так разработан документ, который определит тактику и стратегию развития Москвы в третьем тысячелетии. Юрий Лужков рассмотрел новый генеральный план Москвы, подготовленный Москвом архитектурой. Теперь генплан должен быть одобрен Московской городской думой, после чего он станет законным. Это третий генеральный план города в 20 веке. Первый был принят в 1935 году. По нему сносилась Москва золотоглавая и строилась Москва сталинская. Второй в 1971 году. По нему Москва превращалась в образцовый социалистический город, путем выселения людей из центров в спальные районы, отвечавшиеся чрезвычайной лаконичностью архитектурных средств. Сегодня Москва переживает третий за свою историю строительный бунт. Его последствия неоднозначны. Город вернул часть того, что утратил и стал удобнее для жизни. Но в нем появились помпезные комплексы и монументы, не всегда удачные с точки зрения вкуса, которые на некоторое время стали символами новой Москвы. Означает ли разработка нового генерального плана тотальную перестройку города в духе Петра? Задача идеологии нового генерального плана это не строительство нового города на месте старого, а это реконструкция того, что мы имеем. Надо относиться к центру именно таким подходом. Не навреди тому, что есть лучшее в Москве. Перейти от постоянной экспансии Москвы и оккупации пригородных территорий на реконструкцию своей территории. Более безрежно посмотреть, какие наши промзоны. Нельзя ли сократить эти территории? Сразу говорю, работа показывать можно. И вот проработав зону отчуждения, в хорошем время зону отчуждения Малого кольца железной дороги, мы проложили там новую транспортную магистраль. И она как раз проходит мимо сети. Точка очень интересная. Она соседствует рядом с центром города, а с другой стороны там может быть любая новая архитектура. И как ни странно, несмотря на близость, она нигде не пересекается не только с историческим центром, но и средовыми точками на историческом центре, например, Целенинских гор. Самая продуманная часть нового генплана – охранные зоны, исторические, а также природные, вроде Крылатского или Серебряного Бора, где строительство запретят. Мы сейчас постарались доделать то, что почему-то не было сделано ранее. Это определить охранные зоны наших памятников истории и культуры. Но самое удивительное это было то, что у нас у Кремля не было охранной зоны. У нас сейчас появилась единая охранная зона в памятнике Форсбюра в пределах Садового Крыма. Главное в этом генплане – это охранение города. Есть охранные зоны экологические, исторические и так далее. Некоторые, довольно многие из тех проектов, конкретных, которые выставлены, этим охранным правилам не вполне соответствуют. Например, Боровицкая площадь, которая не совпадает с охранными зонами Кремля, и это совершенно очевидно. Значит, вот ситуация вкладывается именно таким способом. Есть группа градостроителей, которые разрабатывают правильный город, и есть архитекторы, проектировщики реальных зданий, которые борются с этими градостроителями. Продолжение следует...